Девушки отдыхают Именно большой автомобиль это наши дороги, конечно же, российские, так как практически бездорожье везде, поэтому выбрала именно большой автомобиль. В центре тяжело, но я, если где-то неправильно, в основном ставлю машину, оставляю просто номер телефона, чтобы, если что, убрать автомобиль с проезжей части. Хорошо, уступаем девушкам огромные брутальные автомобили, но тогда что остается мужчинам? Неужели малолитражки? Петр Шорохов при росте метр девяносто четыре садится в свой маленький автомобиль и не обращает внимания на косые взгляды владельцев внедорожников. Когда я этот автомобиль год назад приобрел, было много в сторону, там, зачем это обидеться, это вообще же женский автомобиль, там, как ты можешь ездить на таком машинке. Но хотя, знаешь, в Японии этот автомобиль считается для студентов больше всего, чем для женщин. Малолитражка или внедорожник? У каждого авто свои плюсы и минусы. Например, в джипах и паркетниках жители мегаполисов чувствуют себя более уверенно и безопасно. Она, скажем так, больше на психологическом уровне, потому что сегодня каждый автомобиль проходит международную сертификацию по безопасности и по стандартам безопасности. На маленьких автомобилях легко припарковаться и маневрировать в пробках. Судите сами. И это при идеальных условиях, когда нет пробок. Куда ты едешь-то? Фрейд не знал, что в 21 веке женщины и мужчины будут равноправными участниками дорожного движения и утверждал, что чем большее транспортное средство выбирает мужчина, тем больше он хочет занять место в жизни. А почему сильный пол выбирает малолитражки? Он может позволить себе большую машину, но тем не менее выбирает маленькую машину. Это, ну, вероятно, может говорить о том, что мужчина достаточно уверен в себе, и у него нет каких-то комплексов, да, и ему, в принципе, все равно, как окружающий будет к этому относиться. Кстати, по мнению автодилеров, грань между выбором мужчин и женщин сейчас стирается. Сегодня девушки, когда выбирают автомобиль, они набирают точно такой же набор качеств в выборе автомобиля, как мужчины. И все-таки не важно, на какой машине вы передвигаетесь. Главное, ваши навыки и умения водителя, а также бескомпромиссное следование правилам дорожного движения.